Девушки отдыхают Стеклохождение Хождение по битому стеклу – элемент инициации древних культур. Это методика, с помощью которой человек способен преодолеть свой страх, оздоровить свое тело, получить сверхресурсное состояние организма. При стеклохождении лечится прежде всего позвоночник и суставы, оживляется нервная система. Когда человек встает на стекло, энергия в теле начинает оживать. Она устремляется потоком по энергетическим каналам и центрам тела, насыщая провисающие и ослабленные места. В организме начинается мощный процесс самостоятельного очищения от шлаков и мусора. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами получим огромный опыт и волшебную практику – это хождение по битому стеклу. Для чего полезно? Всем известно, что на стопах находятся точки, которые отвечают за проекцию внутренних органов. Есть даже массаж, где эти мы делаем, чтобы желудок был здоровый. И когда мы идем по стопам, что происходит? Происходит массаж всех внутренних органов. Второе, что происходит? Естественно, у нас есть страх. Потому что всегда нам здесь, как говорили, аккуратно порежешься стеклышко. То есть этот страх у нас есть. Это, в принципе, нормальный природный инстинкт. То есть мы боимся. И мы, что, когда идем по стеклу? Мы переступаем через свой страх. Когда мы переступаем через свой страх, что происходит с энергией? У нас высвобождается море энергии. Потому что это огромная сила природного нашего желания выжить. Правильно? И именно в момент, когда мы идем по стеклу, важно загадать, что? Сокровенное желание, конечно же. Это желание обязательно исполнится. Я не призываю сейчас, дорогих телезрителей, бить бутылки и ходить по ним. Потому что есть техника безопасности, которую мы вот здесь всю соблюли. Есть некоторые моменты, которые дают технику безопасности. Первое, это я рекомендую использовать темное стекло. Видим вот эту бутылочку? Она из темного стекла. Именно ее мы будем использовать. Далее мы, естественно, заворачиваем ее так, чтобы стекла не разлетелись. Бить мы будем ровно посередине. Что у нас получилось? Наша задача убрать дно и горлышко. Естественно, как бы желательно бросить марганцовки, да, стекло. Вот эти вот стеклышки я складываю сюда. И сейчас, мои дорогие, мы с вами пойдем по этому стеклу. Именно здесь, где остаюсь сейчас я. Мы настроимся на свое желание. Ну, просто подумай, что же я хочу. Пускай это будет одно желание. Почему? Потому что если мы загадываем много желаний, то наша энергия распределяется на много. И рассеивается, по сути, да. Если мы загадываем одно желание, но из которого могут вытекать все остальные, то наша энергия, она концентрируется, да. Кто боится, поднимите ручки. Так, вот особенно, у кого море энергии высадится. Давайте поаплодируем. Если брать, почему мы не режемся с точки зрения физики, да, то есть, ну, все равно уж как бы вот. Можно порезаться об мелкие стеклышки. Мелкие стеклышки, они, как правило, идут вниз. Они более легкие, они улетают вниз. И остается наверху только крупное стекло. Естественно, если отдельно будет где-то лежать мелкое стекло, мы можем порезаться. Но если мы берем группу стекла, и когда у нас стекло как бы сложено в кучку, естественно, то крупные стекла будут наверху, мелкие будут слетать вниз. И мы не будем резаться. Загадали желание, подумали о нем. На стекло на самом мы стоим, вначале одной ножкой, затем другой ножкой. Мы стоим и немножко топчемся, загадываем желание, думаем о нем. Но мы топчемся прямо, то есть, не в бок, я не ухожу, если вы заметили. То есть, у меня одна нога переступает, потом другая. Далее я поднимаю ножку и стряхиваю лишнее стекло, встаю на тряпочку. Оно у меня изначально приготовленное, мокрое. Мы проверяем ножку, потому что если мелкое стеклышко останется, и дальше вы пойдете по полу, это мелкое стеклышко, оно может войти в вашу ногу, и вы порежетесь. Дальше мы делаем шаг сюда. И все поздравляют, обнимают, и вы кричите «Ура!». Самоиск. Дальше мы делаем шагу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Места силы Урала. Аркаим. Спонсор рубрики «Турфирма Роза Ветров». Самым известным из загадочных мест Южного Урала, безусловно, является Аркаим. Его случайно обнаружили в 1987 году у слияния рек Утиганки и Караганки. Аркаим оказался ровесником египетских пирамид из знаменитого Стоунхенджа в Англии. Его возраст определили в 3800 лет. Эта находка сразу же породила множество гипотез и легенд. Геометрия построек Аркаима четко выверена, что позволяет выдвинуть гипотезу об их астрономическом предназначении. Всякий входящий в город проходил в него по спиралевидным проходам, по ходу солнца по часовой стрелке. В плане город напоминает изображение загадочной северной Шамбалы на тибетских танках. Такая же кольцевая структура с двумя защитными периметрами стен. При раскопках было обнаружено поселение, состоящее из обводного вала, двух колец, земляных валов и центральной площади. Валы – это остатки мощных стен, сложных оборонительных конструкций внутри каждого кольца жилища, плавильные печи, ремесленные мастерские, хранилища для припасов. Эти города оригинальны, не похожи ни на какие ранее известные человеческие поселения. Самое загадочное, что по версии археологов, древние жители организованно покинули свои города, как и в свое время Майя по неизвестной причине остались свои города на полуострове Юкатан в Мексике. Портал «Самопознание». Вы можете найти здесь все, что давно так искали. Психология. Семейное консультирование. Оздоровительные системы. Бизнес-тренинги. Творческие мастерские. Встречи с духовными учителями. Фэн-шуй. Дыхательные практики. Живите активно. Обращайтесь к профессионалам. Добро пожаловать на страницу самопознания.ру Вы смотрели эзотерическое шоу «За гранью реальности». Наши участницы преодолели страх. Узнали много нового и интересного. Смотрите в следующем выпуске. Хождение по углям. Секреты волшебных напитков. И многое другое. До встречи. Наши партнеры. Интернет-портал «Самопознание». Кедровая лавка «Светоч». Женский клуб «Дама Трев». Туристическая фирма «Роза ветров». Ресторан «Сатвик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова